Следующий доклад, предыдущий был тем, чем я занимался последние 6 лет. Это было связано, переключение интереса связано с тем, что все-таки сейчас отечественный процессоростроения немножко поставлен на паузу. Следующий доклад, он посвящен интересу по переносе Robotic Operation System на платформу ALT. Что такое ROS? Это фреймворк для разработки роботов и программного обеспечения для них. Развивался он как университетский проект, стартовал в 2007 году. Написан в основном на Python с включениями C++. Исторически, как университетский проект, он очень был ввязан на Ubuntu, катастрофически для других дистрибутивов. Почему интересно заняться этим? Во-первых, это интересно. Во-вторых, проект ROS с открытым исходным кодом, причем у них лицензия раздваивается. В одних местах у них указано BSD, в другом месте указано, что это Apache 2.0. Второе, это что-то у нас не так с Ubuntu в стране с какого-то момента, и что порождает бизнес интерес к альтернативным решениям. И последний интерес – это предварительная оценка трудоемкости, которая понадобится для миграции ROS с Ubuntu и на решение от Alta. Сразу возникает вопрос, что переносить. Проект стартовал в 2007 году, с 2015 года появились альфа-версии ROS 2. К настоящему моменту есть 4 дистрибутива, активно поддерживающие 2 версии ROS 1 и 2 версии ROS 2. Соответственно, с соответствующим сроком поддержки. По консультации с товарищами, которые владеют роботами, на которых это потом планируется испытывать, сейчас сделали выбор в пользу ROS 1 и тот, который поддерживается у нас до 2025 года. Как это устанавливается ROS канонически на Ubuntu? Выпущены несколько пакетов, которые закрывают основные потребности и делают автоматическую настройку для создания собственных пакетов. Объем пакетов, то есть вот если брать ROS base, объем пакетов это порядка 250 пакетов, в десктопе уже 1000, в десктопе full порядка 2000 пакетов. Соответственно, шаги по установке, они классические, но невоспроизводимые на решениях Альп. Что было проделано на настоящий момент? Попробовала установка из исходных кодов. Этот механизм описан также на сайте производителя операционной системы. Но на этапе апдейта управляющего пакета ROS DEP происходит ошибка. То есть систему, можно сказать, гвоздями прибиты большая часть операционных систем, но все сводится к двум системам на тот момент. Это Debian и Ubuntu. Единственное, что поддерживается в ROS 1. Решил не останавливаться, решил попробовать дальше посмотреть. Хорошо, я не апдейтюсь, посмотрим, что изначально из чего, что можно затащить туда. То есть степ-бай-степ. Можно было продвигаться, практически доустановил ROS Core, но это каждый раз требовало пересборки, переустановки, перенастройки системы, что в коммерческом применении не особо интересно. Соответственно, в планах это довести до ума для начала эти пакеты и попробовать, чтобы у нас в виде пакета устанавливался ROS 1 base от этого. У меня все по этому поводу. Вопросы? А в принципе это планируется просто как набор пакетов в Сизифе в последующем? Или все-таки это какое-то будет отдельное дистрибутивное решение? Нет, планируется, что появятся три пакета, но есть желание развернуть параллельную инфраструктуру. Сейчас рассматриваются бизнес-кейсы для этого, чтобы был клон Российской Федерации операционной системы ROS. Хотелось бы уточнить вот какую деталь. ROS представляет собой весятую инфраструктуру из различных модулей. И почему они в таком виде на разные Ubuntu завязаны? Там еще важный момент, что каждая версия ROS привязана к какой-то версии Ubuntu, на которую собирали. И вот ROS 1 на старый, а ROS 2 на новый. Нет, ну не совсем так. Ну хорошо. Это то, как я себе это представил, может быть, ты прокомментируешь. А в нашем случае вот такой привязки не получится? Вот как это сторонним образом собранное где-то в пакетах или каким-то еще образом решение будет поставляться конечному разработчику? Оно же для разработчика нужно в итоге. Хорошо, готов. Смотри, там не пакеты, а модули. В принципе, это как операционная система, у них есть свой пакетный менеджер. Штука, которая решает зависимости. Нет желания перетащить все. Для начала есть необходимость перетащить минимум. Почему я остановился на ROS как раз в минимуме? И я начал делать это на нашем старт-ките практически нулевом, в GOS. То есть я поверх GOS начал все разворачивать и смотреть, что мне надо, чтобы двигаться дальше. В идеале, конечно, весь механизм, то есть если будет развернута параллельная структура, бэкапная, не знаю, ROS на территории Российской Федерации, то хотелось бы не потерять совместимость и отстраниться от разработки основной войны, но иметь поддержку. То есть если начнут принимать наши патчи по добавлению альта в российский дистрибутив, мы с удовольствием, я думаю, что будем туда пушиться. Вопрос, насколько это может тормозить, не тормозить развитие, а ситуация очень актуальна на текущий момент, начиная с марта этого года. Особенно, когда Canonical сказал, что бизнес-товарищи, извините. Вот эта параллельная инфраструктура, она не похожа на такие же структуры, которые у нас есть по Java, Python, Ruby. Вот у нас, собственно, одна из бесед, вчера была, о том, что много модулей, и эти модули… Не тряси, он теряется. Разработчиками выкачиваются из соответствующих репозиториев языка. Ну, у Python есть PIP, у Java есть Maven, и тоже хотелось бы эти модули иметь, но вот они… Некоторые пакуются в пакеты, а ты предлагаешь какой-то вариант, где есть сторонние. Нет ли такой возможности для других таких вот… Нет, смотри, я не то чтобы предлагаю посторонние, просто в текущей структуре просто весь код, он завязан на то, что собирается выкачиваться напрямую из GitHub, пакетная база его. То есть она, как бы все построено там. То есть либо ты бежишь и добавляешь везде Alt, и ждешь, пока тебя добавят. Вот у вас все там 2000 пакетов поддержки. Ну, там не 2000 будет, там как минимум начальных пакетов 20. Тебя надо добавить, чтобы там система знала о тебе, чтобы ты оттуда брал, брал пакет, даже собирая вот с этим. Она же все равно, даже когда ты запускаешь этот, проверяет апдейт, пакетов базовых, на, по большому счету, репозитории не Ubuntu, если там заметил, что там они подключают свой пабашный репозиторий. То есть у них нет, они не сидят в корне репозитории Ubuntu и Debian. То есть они сидят все равно немножко в стороне. Да, я понял, наверное, в куларах там детали, которые я хотел разобрать. Но интересная идея, независимая, собирать. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, я вот из-за вашего доклада так и не понял, а ROS на Alt в ручном режиме удалось запустить? Пока нет. Пока нет. Но мы этим занимаемся недолго. Я понимаю, я просто вот… Три недели. Я как раз и хотел спросить, до какого? Роман, спасибо за интересный доклад. Не могли бы вы прокомментировать, не рассматривали ли вы идею использовать отдельную компонентную репозитория для накопления первоначальных спортированных пакетов, скажем так, может быть, по аналогии с автоимпортс? Честно говоря, нет. Пока вообще структура, как это может быть, она не рассматривалась. То есть сейчас данными экспериментами я просто пытался понять объем работ, который необходим провести, и взаимоввязку. То есть построение глобально, как это может быть на уровне вообще инфраструктуры, как это ввязывать с нашей внутренней системой сборки, так, чтобы это не вредило нам и не шло в развере с нашими традициями. Построить нечто еще дополнительно, куда может быть применены наши операционные системы. Потому что РОС все-таки это надстройка над операционной системой, и операционная система ей будет нужна. Причем она может быть разная. Ей нужно. То есть для разработки нужен графический интерфейс, например. Для большинства роботов графический интерфейс не нужен. Есть ответвление, которое позволяет создавать исполнительный механизм на микроконтроллерах и со средой реального времени. Но при этом разработку для этих микроконтроллеров ввести на полноценной системе РОС. Маленький только комментарий. Автоимпортс – это отдельная репозитория, а не компоненты. Так, коллеги, есть еще вопросы? Спасибо большое. Остальные в кулуарах. Роман, спасибо большое. Коллеги. Спасибо. Спасибо.